Здесь, смотрите, краску нужно разводить 1 к 1,5. То есть здесь 100 мг краски, а здесь 150 мг... Блин, я запуталась. На корнях какой-то вообще зеленцой, желтизной. Аж страшно. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свой. И сегодня с вами Кухня Красоты. Ваша, да, долгожданная Кухня Красоты. Что же такого интересного сегодня мы будем с вами делать? Конечно же, мне нужно подкрасить корни. И я вообще не останавливаюсь. Казалось бы, возьми краску, подкрась корни и не мучай ты всю свою длину. Казалось бы, да? Но это не про меня. Я помучаю еще немного свою длину. Во-первых, я сменила краску. Все время я красилась из Тейли. В салоне красоты я тоже красилась из Тейли. В принципе, я этой краской довольна. Мне нравится цена, качество. Цветовая палитра в соответствии цветам. То есть, все мне нравится. Но вдруг, вдруг, какие-то другие краски, может быть, более стойкие. Может быть, более насыщенные цвета. И еще я спросила у консультанта, или не помню, у кого я говорю. Ее зависит от краски, например. Мне нужно поднимать корни на краску. Вот я знаю, Эстель, допустим, даже серия Сьёс, осветляющая на 9%. Вот она максимум поднимает мой цвет. Просто краской красить свои корни. Не прошло и 10 минут, как включили свет, а я уже начала загружать кровавую барыню. Кто-то звонит. Алло? Алло, вас не слышно? Это с Москвы какой-то. Номер московский. Не слышно. В общем, на чем я остановилась? Я спросила у консультанта, могут ли... Ну, зависит ли... Здрасте. Алло. Здравствуйте. В общем, какая-то фигня, да и мне не могут дозвониться. Ну, если телефон роняла в воду, может быть, из-за этого проблемы. Ну, надеюсь... Короче, я спрашиваю у продавца, я говорю, зависит ли от краски, насколько тонов может поднимать цвет, да? Допустим, вот, допустим, да, Estelle на девятке поднимает там на 3 тона максимум, например, 3-4, да? А, например, взять другую краску, какую-нибудь итальянскую или французскую, а у нее есть возможность поднимать на том же проценте выше, да? На 5 тонов, на 6 тонов. Ну, вот такие какие-то свойства там. Она говорит, что да, это может зависеть от краски тоже. Я говорю, давайте я попробую что-нибудь другое. Вот посоветуйте мне какую-нибудь краску, чтобы она была хорошая, чтобы там были красивые оттенки, потому что не во всех красках есть оттенки, которые мне нужны. И она мне посоветовала Ennebria красочка вот такая. Ennebria. Никогда ей не пользовалась. Как я поняла, это итальянская краска. Да, Италия. И здесь просто ее в два раза больше. Она стоит 500 с лишним рублей. Сейчас я же мне где-то... Найду чека что-то. Сколько я ее взяла? Нет, это другие бумажки. Здесь, смотрите, краску нужно разводить 1 к 1,5. То есть здесь 100 миллиграмм краски, А здесь 150 миллиграмм... Блин, я запутала. Надо разобраться. Сейчас вернусь. Да, эта красочка, значит, она разводится 1 к 1,5. Я себе взяла два оксида этой же фирмы. Один на девяточку, это мы будем красить корни. Другой на троечке, это мы будем красить по длине, тонировать. Потому что цвет тут немножко отличается. Он у нас жемчужный. Да, вот жемчужный блондин мне очень нравится. И я хочу попробовать посмотреть. Но я не хочу сильно делать холодные какие-то отливы, для того, чтобы если где-то просачивается желтизнинка, чтобы это смотрелось как-то не очень. Сейчас у меня наверху желтизнинка, как вы видите. Корни, ой, концы еще такие более-менее без желтизнинки. Здесь у меня желтизнинка немножко вылазит. Короче, посмотрим. В общем-то, притонируем сейчас. И как я сделала? Я сейчас здесь в два раза больше, кстати, чем в Эстей. В этой штуке. И все вместе это мне вышло в 800 рублей. Не помню, что отдельно, сколько стоит. Итальянской краской я пользовалась как-то. Но не помню, как называется. Энебрия, она была или не Энебрия. Помните, серый-серый цвет. Вот у меня есть там идеальный серый, по-моему, называется. Что-то такое. У меня были такие асфальтовые волосы. Были прикольные. И держалась, в принципе, она достаточно долго. И здесь написано, что здесь стойкость до 6 недель. И вообще написано, что здесь очень много. Напочеринное молочко, там, алое. В общем, она должна быть такая красочка, которая волосы будет делать шелковистые, наверное. Да? Попробуем. В общем, половинку я сейчас выдавлю на свои корни. Остальное я проэмульгирую, да? Вот так вот сделаю все по общей длине, чтобы сравнять цвет. Приступим. Кстати, недавно, не помню, то ли в Ютубе, то ли в Инстаграме, видела девушку, которая совсем недавно сказала, что она, ну, взрослая девушка. И говорит, совсем недавно вот я узнала, что в другой стороне крышечки есть такая острая штучка, которую можно переворачивать. Во всех тюбах почти есть. Переворачивать и вот так вот ей делать дырку. Она делала все время это подручными какими-то средствами и не знала, что есть это на крышках. Практически везде есть. Вот, девчонки, кто не знал, может, я тоже открою для кого-нибудь Америку. Но я узнала это, конечно, давно, но все бывает в нашей жизни. Кто-то, может, не знает. Вот так. Так, я выдавила половину красочки. Сейчас 9% вот у меня здесь. Я 75 мл. Тут все везде размечено. И здесь тоже, кстати, размечено. Половину выдавила. Очень удобно с этими разметками. Потому что некоторых разметок нет, и это вообще неудобно. Реально, у нас с Кристинкой недавно брали эту краску. Не помню. Так, по 7. Теперь тщательно все размешиваем. У меня супер-мега кисточка, которую я красила Кристину. Я просто наслаждалась от кисточки. Касса очень много зависит. Кстати, кто-то мне говорил, что там нужно красить затылкой или еще что-то. Вот, кстати, моя мастер, Анюта, она, когда осветляла мне волосы, да, она красила затылочные части вот отсюда. Потому что говорит, что быстрее всего поднимаются корни, да, и вот цвет волос осветляется на вот этой части. Поэтому нужно начинать с затылочной. Она, ну, позже начинает светлеть. Ей надо больше времени. Вот. Но зато тонировала, когда она меня, да, и красила, ну, тонировала. Она начинала отсюда. Поэтому я не буду заморачиваться. Мне неудобно в затылочной части саму себя красить. Я по своей старинке буду красить себя как мне удобно. В принципе, мне это никогда не мешало, результату моему. Все, я размешала тщательно красочку. Запаха у нее особенного неприятного нет. Но аммиак, конечно, чувствуется. Хотя здесь небольшое содержание аммиака написано. До двух процентов, что-то такое. Краска густая, в общем. Кстати, впервые я себе крашу кисточкой. До этого у меня была отвратительная кисточка, которая цепляла мои волосы. С фикс-прайсом. Не только мои. Я даже, когда кого-то красила, очень тяжело было. А эта очень мягенькая, вообще не цепляет волосы. Запах, даже, я вам скажу, краски приятный какой-то. Мягенький. Мягенький. Сладенький. Даже чем-то лаж напоминает. Косметика. Ну что, я успешно покрасила корни. Сейчас я буду разводить оставшуюся красочку. Оставшуюся половину. И половина трех процентов. И буду как-то это все распределять. Как-то вот так вот. Всей голове. В общем, как придется. Волосы сухие, выбирают очень много. Конечно, половинки мне это не хватит на все волосы. Но надо будет что-то придумать. Как придумаю, расскажу. Я нанесла все во всей длине. В общем-то, заколола. Немного меня пугает пока реакция. Ну, при моих цветах. Такое ощущение, что здесь по длине становится какой-то холодный более цвет. А на корнях какой-то вообще зеленцой, желтизной. Аж страшно. Но я помню, когда я итальянской краской красила в сердце. Это асфальтовый такой. Что-то меня тоже там, по-моему, пугало. И была какая-то черная что ли вообще. Короче, я вообще не знаю, что получится. Но здесь не ужасно. Ждем. Прошло минут 40 с того, как я накрасила себе корни. Да, и потом накрасила длину. Сейчас я прям водичкой вот так вот взбрызнула. Ну, сколько? 15-20 минут я подержала всей длине. Сейчас с водичкой все это прополоснула. И вот так вот прям вот так вот так вот так все сделала. Сейчас посижу еще 10 минут и подоснула. Не, нормальный я человек. Я же вам даже не сказала номер краски. Кипец. 10-13. 10-13. 10-13. 10-13. 10-13. 10-13. Жемчужный блонд. Вообще-то написано платином блонд. Платином блонд. Аж Голден. Платиновый блондин. Пепельный золотист. 10-13. Вот такая графика. Вот такие оксидики. Хочу уже идти смывать. Пошла я? Пошла. Ну, что? Какой-то у меня цвет вообще, мне кажется. Все такое непонятное. Как будто какой-то желтый или русый будет, знаете. Или какую-то серву козюливую. Ладно, что я хочу отметить. У меня сейчас столько всего в голове было, пока я готовилась к мытью головы. Первое, что это аромат. На самом деле офигенская краска с офигенным ароматом. Вот когда я только мешаю, что это мягко немножечко есть. Но потом вот реально то шоколад какой-то, то какой-то пряный вкус. Ну, в общем, классно. Когда я начала смывать краску, реально волосы как будто бальзамом намазала. И смываю бальзам, а не краску. Они прям такие вот. Видно, что там действительно масла всякие разные находятся. Это мне очень понравилось. Цвет смывался такой немножко с розовинкой, серинкой. Короче, хрен пойми какой. Не знаю, что будет у меня за цвет. Потом я вспомнила, слушайте, помните, у кого мама, я в инстаграме сделаю пост, найду такое, спрошу. Родители, я помню, моя мама красила губкой. Я все нарадоваться не могу на свою кисточку. И думаю, гля, а мамка у меня, помню, губкой вообще красила. Вот она отрывала от поролончика кусочками. И вот черные волосы у нее всегда были. Я помню, она краской вот так вот красила. Вот. Кисточки, наверное, тогда не продавали еще. Прикол. Губкой. Вот. И что еще я вспомнила? А, и еще я подумала, а вдруг я вот так взяла краску, представляете? А там что-нибудь перепутали и в тюбик положили не то, что здесь написано, а какую-нибудь темную. И человек красится, короче, и прикиньте, из блондинки в черную. Жесть, да? И я такая думаю, вдруг у меня сейчас не блонд здесь пепельный, золотистый, а какой-нибудь. Русый, темно-русый. И возьмется на мой блонд, он с зеленцой. Я сейчас посушу волосы и охренею. Короче, вот что происходило в моей голове, пока я мыла голову. Вот сейчас давайте посмотрим, что у нас на мокрые. Вообще на мокрые никогда нельзя судить, потому что когда цвет высыхает, он совершенно другой становится. Но иногда интересно. Пофантазировать. Слушайте, ну пока вроде ничего, да? Вот на горнях меня немножко смущает. Он какой-то тёплый. Хотя нет, он вообще стал по всей длине какой-то такой же тёпленький. Слушайте, вот я сейчас покрасила вообще, нет, вот на зеркале, я не знаю, как у вас, нет отличия вообще корни от длины. Мне это радует. Мне это радует. Хоть один цвет будет, если даже будет серый брокозюрил один. Однородный, однотонный. Я надеюсь, что по длине вот это я всё прокрасила. Всё схватила. Ну что, будем сушиться, посмотрим. Представляете, вот такая русая будет. Да нет, я буду светлее. Сушимся. А, перед тем, как сушиться, я сейчас покажу свой уход. Это всегда, это неотменно. Я вам покажу уход, который у меня сейчас. Я купила себе Олин. Вот такой вот спрей, basic. Это профессиональная косметика. Как я поняла, да? Профессионал где-то было написано. Ты не поступай. Короче, не суть важна. От него хорошо расчесываются волосы, он увлажняет по всей длине. Мне нравится, приятный аромат. Более бюджетный вариант, которым я пользовалась, это DAV. Вот самый лучший из всех спреев. После него действительно расчесываются волосы, а не просто так, на пшикал, я не понял вообще, чем ты на пшикал. И очень-очень приятный аромат. То есть DAV это number one. Дальше мы идем в масло. Денька, иди ко мне, маленький. Давайте попшикал сразу. Покажу, как я это делаю. Иди, мой сладенький. Кто проснулся? Вот так вот. Все запшикала. Можно расчесывать мокрые волосы. Где мой сладкий пришел? Ты что, спал там, да? Иди, маленький, маленький. Иди, иди поздоровал. Девочкой. Девочке, привет, я только проснулся. Мама, мокрая, ты с какими-то штуками тут, скажи. Скажи, мама, почему я просыпаюсь, все время ты... Что ты снимаешь? Я сниму, голову помыла, покрасила, видишь? Мама, красивая будет. Мама, красивая будет. Что происходит, ты говоришь, да? У Олин, кстати, не скажу, что прям приятный аромат. Вот у ДАВ кайфучий аромат. А у Олин, как бы, даже вот я скажу, обычный какой-то аромат. Непонятный какой-то. Непонятный, да, я вспомнила. Непонятный аромат. А дальше, это масло. У меня появилось такое новое масло чаи. Оно мне очень нравится, классное. У него приятный аромат, действительно пряный. Оно стоит где-то полторы тысячи. Более бюджетный вариант, самый бюджетный из тех, которые я пробовала, это фрутист. Его хватает очень надолго. Стоит он где-то 300 с чем-то рублей. Очень надолго хватает. У него яркий, пряный аромат. У них примерно, на самом деле, ароматы одинаковые. Но у этого более такой мягкий. Более мягкий. Кто сильно не любит, может здесь. Вот здесь орган. Масло органа. Ой, а здесь? А здесь что за масло? А здесь не знаю, что за масло. В общем, я его наношу, масло, на кончики, когда подсушу волосы. На подсушенный волос. Проснусь, мазер. Проснусь, мазер. Будем волосы сушить? Волосы сушить будет, мама? Пошли сушить. Кстати, волосы я всегда сушу, ну, максимум в вентилятор и на среднем. То есть я не сушу волосы самым горячим воздухом. На середине. Потому что холодный слишком холодный. Я люблю, чтобы тепло было. Поэтому середина. Теперь можно немножко расчесать волосы. Так как они у нас под каким-то спреем, они хорошо расчесываются. Ну, желательно кончики, да? И теперь мы наносим вот так вот. Буквально я наношу две капельки. Ой, даже одну. Хватит. Нет, ладно, полторы. Полторы капельки масла. Распределяю вот так вот. Разделяю на две части волосы. И прямо по кончикам провожу. Вот так вот. Сначала я основную часть убираю, а потом вот так вот наношу по концам. Распределяю более равномерно. И все, потом сушу до конца. В общем, крошки мои. Я посушилась. Что могу сказать? Так. Корни. Корни, мне кажется, значительно отличаются от... Если бы я красила эстель. Вот когда я крашу эстель, мне кажется, что корни поднимаются. И их реально хотя бы первые там, первые, вторую помывку прямо не сливаются. Потом, когда уже все начинает смываться, оно, конечно, разделяется. Вот сейчас, вот я не знаю, я в камере вижу прям вообще как будто у меня темные. Да, да. А в зеркале не такие темные, но они отличаются. Зайка, давай девочкам покажем цвет волос моих. Дальше. У Италии я заметила вот уже второй раз, что цвет, он получается темнее ожидаемого. То есть на раскладке я вижу светленький такой, я буду блондинка, а сейчас ощущение, что я стала русой. И вот тогда, когда я покупала, кстати, серый цвет, я тоже думала, что я буду такая пепельная блондинка, а получилось прям асфальт, графит такой вот. Я видео это в конце даже вам оставлю, чтобы вы посмотрели. Тоже итальянская краска была. Давай расскажем зайчику. Давай расскажем. Вот. И сейчас цвет, вот мне кажется, я не блонд, а мне кажется, что я какая-то светлоусая, если честно. Давай покажем зайчику. Давай повернусь сейчас, покажу зайчик цвет. Давай вот так вот цвет покажу. Вот он, красивый цвет. Нет, он красивый, натуральный получился. Он получился красивый, натуральный. Но не тот, который я ожидала. Я ожидала светлый, я же мчужный блондинин хочу, а не вот что-то. Сравнялась более-менее желтизна моя вот здесь вот внизу, видите? Вот она. То есть ее уже не так прослеживается, как до покраски. Вот. Ну, я буду ждать, пока это смоется, потому что я хочу все-таки светлее цвет. И вот не знаю, как быть с Италией, от чего это зависит. Реально он темнее получился, чем я ожидала. Вот. И, ну, блин, корни, я не знаю, как вам показать корни. Они и такие. Я прям вижу в камере совсем они. Смотрите. Дэнни, ну не шатай. В общем, вот такой цвет получился. Русый какой-то такой светлый, светлый блондин, я не знаю. Что-то такое. Достаточно все прокрасилось, в принципе, плотно. Волосы приятные, классные. Вот. А так вы уже смотрите сами, как вам нравится, не нравится. Что за цвет? Да, да. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. А то Денька проснулся и не дает тебе покоя. Люблю вас, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Заглядывайте под видео, в инфобокс там всегда много полезного. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok